В экономически непростое время на плаву оказались предприятия, выполняющие гособоронзаказы. Кроме барнаульского АЗПИ, выпускать полнокомплектные топливные системы в стране больше некому. В новых реалиях спрос на их двигатели вырос в 8 раз. Учитывая, что все-таки двигатели строения завязаны на нас, а без двигателей, как вы понимаете, воевать нельзя, мы ограничились не очень большим количеством признанных. Сейчас мы, грубо говоря, оформляют на всех бронь. Но не все предприятия региона могут таким похвастаться. Плюс рабочих рук не хватало и прежде – операторов станков, наладчиков, инженеров, конструкторов. Больше стали готовить наши учебные заведения экономистов, гуманитариев, юристов. А сегодня спрос на инженеров, на специалистов узких технических профилей. И вот здесь есть некая диспропорция, которую надо решать. Один из вариантов – забирать кадры прямо с СУЗов. 24-летняя Анастасия окончила транспортный техникум, но устроилась сюда на смежную вакансию. Училась на автомеханика, но нравится такая сфера вся. А вот какая зарплата? Можно поинтересоваться? Ну, средняя, нормальная. Зарплата хорошая, да. Для привлечения кадров субсидируют трудоустройства молодежи, женщин с детьми и безработных. По данным Управления по труду и занятости, 700 человек с помощью этого уже нашли работу. В начале года мы видели риски высвобождения. И вот благодаря своевременным государственным мерам поддержки нам удалось сохранить порядка двух тысяч рабочих мест. И три предприятия – это Алтайский моторостроительный завод, Алтайвагон и Русская кожа. Дополнительные меры поддержки обсуждали в рамках заседания Общественной палаты края. Среди рекомендаций – обновить учебные программы по машиностроению, помогать селевикам и давать студентам возможность практиковаться на базе заводов. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.